всем привет сегодня мы будем готовить вкусную и полезную пиццу радуга естественно для пиццы нам понадобится тесто тесто мы приготовили по рецепту который есть у нас на канале ссылочка в описании тесто по итальянскому рецепту сделано и оно предназначено специально для пиццы так что пробуйте для начинки нам понадобится брокколи мы заранее их уже отварили немножко чтобы они не были сырыми помидоры черри кукуруза консервированная морковка вареная итальянский перец и фиолетовый лук но для основы мы взяли томатную пасту сыр и ветчину которая у нас будет сюрпризом дальше вы узнаете почему так мы чтобы готов который будем с тобой раскатывать тесто нужно руки смазать маслом и вот нам подсказывают что нужно немножко на стол налить это для того чтобы тесто не прилипло и было удобно им работать так делаем шарик я смотрю и запоминай я буду украшать подвинь тарелочку пожалуйста я можно в принципе и отставить убрать да посмотри какой кругленько и теперь пальцы сделать круглую основу для пиццы давай смазывай руки но я тоже могу только украшать буду ты будешь украшать не давай давай я ли мне нравится ковыряться с тестом оно такое самое главное не переборщить чтобы тесто не порвалось не было слишком тонким также не слишком толстым теперь мы убираем его в форму отправляем тесто запекаться в духовку на которая разогрета на 190 градусов почему мы ее отправляем без начинки потому что начинка у нас практически вся готова и чтобы у нас успела тесто приготовиться сначала отправляем тесто пока выпекается основа мы подготовим начинку нам нужно нарезать помидоры черри напополам перец зеленый нарезать кубиками также лук и морковку все кубиками в принципе можете нарезать любой формой какой захотите ты начнешь я пожалуй начну с лука можно я так сразу сделаю попробую хотя ладно ты кому долго режу я кстати лук нарежу довольно крупными квадратиками не сильно мелко так лук я уже нарезала теперь я нарежу морковку тоже на кубики будешь нарезать да морковку нарежу тоже на кубики и такие вот пум пум смотри красиво мне кажется топсто надо чуть-чуть морковку тут длинный нет почему ну не очень вкусно будет слишком длинный ну давай нарежем короче так нравится все иди вот свои помидоры готовы перец перец я полосками нарежу перец полосочками кстати да можно нарезать полосочками потому что брокколи у нас нарезана полосочками тоже и ветчину нарежем на 4 части чтобы такие были большие можно кстати нарезать их как на маленькие куски пиццы вот так да можешь стать и так нарезать получится получится треугольнички основа у нас уже готова она выпекала 7 минут кстати мы забыли сказать то что нужно было ее продырявить чтобы тесто не поднялось не вздуло не вздулась ну что аккуратно с бортиком что они горячие и давай намажем ее соусом давай мы взяли томатный соус он сам по себе вкусный но вы можете взять кетчуп или ваш любимый соус томатный любой так теперь мы прячем колбаску потому что ее не будет видно мы потом сверху колбасы все покажу теперь нужно все накрыть сыром обычно сыр посыпают сверху а мы сделаем ну это тоже делаем такую подушечку этот сыр очень очень хорошо плавится и вам советуем взять тоже сыр который круто плавится что есть такой сыр который вообще не плавится там не подходит ну что начнем делать давай начнем с центра так в центре у нас будет лук так не целиком несколько сразу кусочков как сделал ваня достарался не выкладываем филетовым цветом к верху чтобы видно было что он фиолетовый думал серединку нужно побольше давай перец зеленый прям тоже так вот кусочками давать и в ту сторону и я в эту перца мы делаем в один ряд что у нас еще брокколи они тоже объемные такими или зеленые два рука плотненько друг другу теперь брокколи когда мы их отваривали мы сразу нарезали вот такими вот кусочками и прям вот так вот мы одну ну и рядом рядом вот так на отлично бутылка будет красиво сушили не думал что брокколи так круто вот смотри да круто еще маленькие вот только следующий слой у нас будет желтой то будет кукуруза теперь следующий слой оранжевый мы будем использовать морковку военную вы можете также использовать оранжевый перец или помидорки черри оранжевого цвета ну и если конечно найдете нам не удалось в воскресенье у нас все закрыто последний слой из черри ты решила вот так вот так обязательно нужно немного посолить так как это все овощи но они не очень соленые и вообще не соленые а я сбрызну немного все оливковым маслом чтобы получилась такая вот красивая корочка у овощей блестящих ну что ребят все пицца практически готова получилась она очень красивая теперь осталось ее точно только запечь так что ваня убираю в духовку пицца нас выпекалась 15 минут она у нас получилось очень ароматная вкусная по крайней мере очень вкусно пахнет и яркая очень яркая классно на получила такой прям реально хочется скушать и я думаю детям да и взрослым будет интересно попробовать как раз есть повод заставить это и по есть но ваше время и как не морковка и как будто бы суть и ваше время давай ее а вытащим давай и попробуем новое мнение так теперь берем специальные ножницы и отрезаем кусочек аккуратненько режем хорошо что мы добавили колбаса пицца пицца очень вкусная пицца очень вкусная пицца бомба и очень вкусно пахнет попробуй радугу полезную вкусную солененькую красота ну а если вам интересно посмотреть как мы приготовили радужные кексы то заходите на наш канал свитхом мы вас там будем ждать ссылочка в описании ну а вообще вот такая пицца вкусно получилась обязательно попробуйте приготовить обязательно приготовьте сфотографируйте и выставляйте в инстаграм и отмечайте нас чтобы мы могли ставить вам лайки подписывайтесь на наш канал ставьте огромные пальцы вверх если вам понравилось это видео не забывайте оставлять комментарии под видео всем приятного аппетита и всем пока 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 а 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 Субтитры сделал DimaTorzok